Строгий внимательный взгляд выдает многолетнюю привычку вникать в детали и замечать все. Следователями становятся люди, наделенные железным терпением, выдержкой, высоким интеллектом и готовые к сложностям. Призвания. Иначе в эту стезю не попадают. Григорий Коновалов – имя, которое часто можно услышать в репортажах и встретить на страницах газет. В его послужном списке немало громких историй. Именно Григорий Константинович руководил группой, которая расследовала убийство ветеранов в сентябре прошлого года супругов Макеевых. Дело было не раскрыто, имело большой общественный резонанс, было совершено в условиях неочевидности, свидетелей для очевидцев не было, поэтому доказательства собирались по крупинкам. Хотелось бы отметить работу оперативных сотрудников, благодаря которым это преступление было раскрыто. Была обнаружена видеокамера на ближайшем доме, где изъято видео. Сотрудники просмотрели это видео, на нем был все молодой человек, который по их данным уже ранее привлекался за кражу. Стали его отрабатывать, нашли, установили местонахождение, изъяли ряд предметов, на которых были обнаружены его аналогические следы, и тем самым в последующем дал признательные показания. Напомним, тела 91-летнего Павла Макеева и его супруги, 89-летней Риммы, родные обнаружили 26 сентября. Пенсионеров убили в собственной квартире ударами по голове. Мотивом преступления, как выяснилось позже, было ограбление. Сейчас дело уже рассматривают в суде, а обвиняемому 20-летнему рязанцу грозит пожизненный срок. Дело санатория «Сосновый Бор» тоже расследовал Коновалов. В 2016 году о сотрудниках санатория, которые не получают зарплату, узнали во всей стране. В ходе расследования потерпевшими были признаны порядка 300 человек, практически все работники предприятия. Задолженность была очень большой, на момент завершения следствия она составляла 16 миллионов. На первоначальном этапе директор предприятия также пытался избежать ответственности, говоря о том, что не было денежных средств в бюджете организации, чтобы выплатить заработную плату. Однако был установлен в ходе расследования и в ходе проведения бухгалтерской экспертизы, и денежные средства в санатории были, и тратились они на иные нужды, нежели на выплаты заработной платы. Тогда следствием были приняты меры – арестованы имущества, транспорт, здания. Приставы реализовали это имущество, а люди получили свои денежные средства. Виновным признали директора предприятия. А еще ранее, в 2012-м, Григорий Константинович вошел в состав следственной группы, которая занималась разбором беспорядков в Москве, когда были волнения на Болотной площади. Принимал участие в расследовании данного уголовного дела. Бригада была большая, порядка 150 следователей из Центрального федерального округа. Работа была интересная, были обширные мероприятия. Запомнилось мне это проведение массовых обысков у подозреваемых лиц. Проводили их в 6 часов утра по всей территории Москвы, Московской области. Было задействовано порядка 500 сотрудников. Это сотрудники СОБРа, кинологическая служба ОМОНа. В органах Григорий Коновалов вот уже 22 года. Следователем трудится более 18 лет. Путь его был определен еще в детстве. Отец-милиционер заразил своим примером, и Григорий пошел по его стопам. Сейчас он шутит о том, что для своей семьи является папой выходного дня. С двумя дочками видеться удается лишь выходные. Ведь на работу он уходит, когда они еще спят, а приходит, когда уже уснули. Но девочки, рассказывает Григорий Константинович, хотя еще совсем маленькие и не до конца понимают всего, уже очень гордятся папой. Марина Ковиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».